Всем добрый день! Мы начинаем наш день. У нас какое число? 31. Идет дождь, мы идем к стоматологу лечить мне зубы. Конечно же мы расскажем вам про лечение зубов в Германии. Я даже вот буквально месяц назад думала, что придется мне ехать в Украину и лечить зубы там, потому как здесь цены просто нереальные. Но я вот иду второй раз. Первый раз мне запломбировали зуб, он у меня очень болел, мне сделали все так боли. Этично классно, вообще чисто мне тоже начинается, поэтому включимся уже, когда выйдем. В общем, мы уже здесь, у стоматолога, ждем мою запись. Я боюсь, очень боюсь детства стоматологов. Всегда отказывалась идти в детстве. Сейчас жалею. Ну, вообще, это мой такой, знаете, страх реальный. Ну, первый раз тут все мне сделали без боли, поэтому сейчас у меня прям такого нет, как было первый раз. Ну, сейчас узнаем, что будет. Настя смеется с меня и вообще. Все равно присутствует страх. Ну, у Насти тоже проблема есть, там, с зубом болит, пломбу надо ставить. Но у нее еще нет страховки, поэтому мы ждем, пока Насте дадут страховку, и Настя поймет, что все равно страх будет присутствовать. Да, я очень сильно хочу после Анасты исходить, пока еще не учились у меня курсы, и сделать себе плоску чистки. Вон, у Насти будут у меня такие зубы как там, сзади. И что? Включимся. Все, мы вышли от стоматолога. Настя ждала, как? Как Хатико. Как Хатико на волосах. Ничего страшного. Сделали все быстро, сделали рентген зубов, снял, почистили зубные камни, не знаю, как это правильно сказать. Это вообще просто, это, кстати, вообще, блин, две минуты. Ну, внизу, я не знаю, мне это никогда не делали. Комбу немножко подкорректировал, потому что она, он сказал, слишком высоко. Сказал, что один зуб у меня вообще молочный, представляете? А в Украине мне, кстати, говорили, что это уже постоянный зуб. Вот. Потом сказал, что с одним зубом, который он запломбировал, он еще не уверен, что нужно там удалять нервы или не нужно, потому что, когда я ем на него, на эту сторону, там, где он, он побаливает. Вот, поэтому он назначил мне термин на 7 февраля. И 7 февраля я опять туда еду. И в целом все быстро, все без боли. Поэтому я пока что не могу. Да, нас радует, такие моменты, что в Германии есть страховка, которая, как вы знаете, беженцам... Я не заплатила ни за что, уже второй раз. Ну, 90 процентов, ну, говорят, что стоматология, как я сегодня не стала. Мы включимся, автобус. Там кони, кони, кони. А Люба ела конину, кстати, это вообще пипец. Ну, вы знали, что она просто ела конину? Я тебе больше скажу, мои пилоречки стык. Да, это я прошла до сих пор в шоке, не дай бог вообще это делать. Я вообще была в шоке. Да, издевательство на животном. Какому-нибудь быть в Киллэйне, светленький, если бы я была свинина, будет шок. Поэтому они такие дорогие лошади, которые умные. Мы уже дома, мы приехали от стоматолога и, как и обещали, мы вам сейчас расскажем, что же покрывает страховка конкретно у стоматолога. Перенимается все необходимое лечение, которое вообще возможно, а именно кариес, пломбы, лечение каналов зубов, пульпит, пульпит и его осложнение, лечение десны, парадонтит, парадонтоз в детском возрасте, также ортодонтия, это брекеты. Но, однако, есть особенности. Поэтому многие стоматологи требуют доплату за то или иное лечение. Что положено делать и что оплачивает страховая? Это контроль два раза в год. То есть два раза в год вы имеете право поехать на осмотр зубов и там уже по обстоятельствам. Обязательно надо хотя бы реально там два раза в год и то даже чаще проверять свои зубы. Потому что потом будете страдать такими болями, что просто нереально. Ну да, лучше с молодости. Потом, что входит дальше? Это удаление зубного камня. Это то, что мне делали сегодня. Это вообще быстрая процедура. Там буквально две минуты. Ну реально там очень быстрая процедура. Я так понимаю, вот эта процедура, что ты сейчас говоришь, это тоже, да? Она действует типа два раза в год или не нужно? Или постоянно можно пользоваться этим моментом? Один раз в год. Один раз в год, да? Удаление зубного камня это один раз в год, да? Потом простая чистка без полировки. А, простая чистка без... Господи. Простая чистка без полировки ультразвуком. Ну то есть это не какая-то там навороченная. Если вы думаете, что у вас там сразу станут виниры, то это не так. Вот не путать с профчисткой зубов. Потом пломбы входят в страховку. Это обычные проксисы без доплаты. Ставят самые простые пломбы, амальгама и цемент. Ну, как бы, ну, хотите лучшую пломбу, нужно доплатить. Есть деньги, да. Ну вот, идет, получается, за доплату можно получить лучшие материалы, фотополимер. Доплата производится по количеству поверхностей. Каждая поверхность дополнительно 30-100 евро. От 30 до 100 евро. Вот. Потом, что еще покрывает страховка. Это анестезия. Всегда и не имеют права лечить без нее. Потом, для детей. Тот же контроль два раза в год, плюс обучающие манипуляции. Должны показывать, как чистить зубы, проводить обработку, что с содержащими препаратами и профилактику калиуса. Плюс удаление камней раз в год. Вот. Ортодонтия до 18 лет. Ребенка страховая перенимает 80-90%. А оставшаяся вернет после полного лечения. Однако не все перенимает страховая. Точнее, не все, что возможно. Есть критерии оценки неровности зубов или нарушения прикуса. Если нарушение минимальное, никто не будет оплачивать. Если нарушение серьезное, то все оплатит страховая. Насчет детей, это правда. Я читала о группе, что 80-90% большинство это оплачивают. Вот. Потом удаление зубов покрывается всегда. И рентген, маленькие снимки перенимает страховая. Вот. Мне тоже сегодня делали рентген. Да. И я ничего не заплатила. Ну, все. Хорошо. Потом большой снимок КТ и ОПГ. Один раз в год для контроля. При необходимости можно делать чаще. Потом. Лечение парадонтоза. Раз в два года принимает страховая. Это более глубокая очистка десневых карманов. В общем, вот так вот, ребята. Мы вам рассказали про страховку, про стоматологов. Сзади сушилка. Не важно. Ну и что? Что? Люди не живут и вещи не сушатся. Какая там пишет побольше комментарий. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Всем пока. Может, вы еще знаете не только насчет... Вот мы знаем насчет стоматологии, на что действует. Может, вы знаете, на что действует эта страховка. Расскажите также нам. Пишите в комментариях. Да. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok